Акашка это номер один, АК это вообще просто топ автомат. Ну что, выдохнули? Хочешь 20 карбонов? Бомби! Одна, две, три, резиновые уточки. Четыре, пять, шесть резиновых уточек. Семь, восемь, девять резиновых уточек. Десять уточек сидят, тарададан. Одна, две, три, резиновые уточки. Ой, хорошо. Хорошо, когда обвесы топ. Друзья, всем огромный привет. Мы идем в бункер Браво нагибать и рвать. А можно ли бомбануть бункер Браво новичку? Все-таки, без этих крутых обвесов, а просто с обычными пушками. Давай мы сейчас с тобой и узнаем. Да, конечно, модификации в игре это фантастическая вещь. Они превращают твой ствол просто в что-то с чем-то, да? Без модов совсем другая уже пушка получается. Мы идем в бункер Браво без модификаций. Без сборок терминалов. Без, значит, антирадимов, костюмов антирадийных. И всего-всего-всего, все, что я могу тебе показать, все, что есть, мы использовать сейчас не будем. Только сейчас, друзья, только в этот уникальный сезон охоты номер 10, каждый новичок может бомбить бункер. Браво. Все, что тебе надо, автоматы АК. Их ты можешь найти в полицейском участке, ну и самое главное, в бункере Альфа. И да, и да, скиллы мы тоже не будем использовать, которые могут тебе не выпасть. Мы будем со скрытностью и авторежимом. Никаких тебе самолечений, никаких тебе спринтов и кувырков. Если у тебя все это есть, тебе просто будет еще легче бомбить. Блиночки, такая громадина. У меня тут, видишь, свалка просто. Блиночки, ну мустина, мустина, выезжайте. Вот эти красавчики, вот эти охотники дают задания. Когда тебе попадается вот такой ужасный толстяк, это эпик, это фантастика, бро. Самое время отправиться в бункер Браво, в бункер Альфа. У всех зомби половина ХП, половина у боссов, у всех. Ты как новичок, просто обязан бомбить Альфу и Браво, конечно же. Самое главное, Браво. Альфа мы можем бомбить воинам из-за угла, так? Можем же? Можем. А Браво воинам из-за угла не пройдешь. В то время, когда ты можешь нахватать карбон. Второй этаж, больше тебе ничего не интересно. Поехали. Что тебе потребуется? Сразу тебе порекомендую. Тебе нужны сплошные АК. Все остальное, ну ты будешь чуть-чуть медленней, слабей. Совсем не бери без модификации М16 и УЗИ. Блин, они будут очень слабые. Если у тебя есть СКАР, это вообще автомат номер один. ВСС номер один, ничего подобного. Ракетницы. В полицейском участке очень часто падают ракетницы. Ими тоже можно, в принципе, бомбить на боссе, когда уже дойдем до босса. Ну, соответственно, я не буду юзать таблетки радиации, антирадин. Цель, наша с тобой цель, это карбон. Карбон, карбон достается на втором этаже, браво. Аптечки, либо бинты беленькие. Тебе надо 3, ровно 3 стака. Ну, можно там чуть поменьше, не будем вымерять до миллиметров. Бери 3 и все будет нормально. Так, по броне, по броне, по броне. Ты видишь, что по броне, да? Вот такой сет. Вообще, по идее, половинки хватит. Противогаз лучше возьми. Опять же, на боссе, да? Там есть, куда его использовать. Надеюсь, тебя не смутит мой левел. Потому что левел в игре не имеет абсолютно никакого значения. Только обвес, только скиллы. Только собранные терминалы. То есть, ты пойдешь со 105 левелом, с таким же эквипом, ты будешь точно таким же персонажем. Терминалы у меня собраны все, абсолютно. Но, мы не будем использовать вообще ничего. Нам с тобой нужен только вот этот этаж. Номер 2. Лаборатория. Склад карбоновых материалов. И вот мы здесь. Вот это табло. Вот это. Я тебе сразу скажу. Просто вот не в бровь, а в глаз. Если ты падаешь, ты второй раз не бежишь. Ты появляешься, забираешь свой лут. Ты перезагружаешь. Активирует систему вот здесь, да? Если вдруг у тебя что-то вообще собрано. Либо ты можешь собрать. Показываю 2 топ. 2 топ сборки. Все. Все остальное нафиг не надо. Ну, когда докачаешься до открытия замков, конечно, собирай. Мы сейчас не активируем абсолютно ничего. Все-таки старайся идти на одних АКшках. АКшка это номер 1. АК это вообще просто топ автомат. Ну, что? Выдохнули? Обрати внимание на жизни. Половина. Половина. Ты понял, что? Половина просто. Грязь какая. Здесь надо вот так красиво снести турельку. Можно делать и вот так, да? М16-ым там можно тоже, да, сносить, в принципе. Но имею в виду АК. АК это топ вообще автомат. Вот он, он реально крут. Подрывники взрываются и появляются слизняки. Ну, паразиты, да? Вот на этом пацане можешь экономить, да? Но есть одна особенность в бункере. Экономить это хорошо, но... Короче, здесь постоянно идет радиация. Постоянно. Что мы делаем с пацаном, которого нам надо, значит, это... Нам надо с тобой срочно убить снайпера. Все, мы его оставляем. Я сейчас трачу время на то, чтобы тебе вот это показать безобразие. Вообще, конечно, ты этого не делай. Смотри, радиация постоянно прибавляется. Ты вроде идешь, проходишь, проходишь. Потом доходишь до босса и сделать ничего не можешь и не понимаешь. А почему ты сделать ничего не можешь? Ты как бы очень долго шел. Вот этот мухчина, да, он у тебя будет это... Ты хочешь, в принципе, можешь его словить. Можешь его, конечно, словить. В сетку. Потому что у нас еще с тобой остаются. Сапер взрывается. Если есть кувырок, просто кувырком уворачивайся. Просто уворачивайся кувырком. Снайпер гребаный. Снайпер гребаный. Чтоб меньше мазать, да, надо отпускать рожок. Вот из этих труп лезут бомжи. Вот такие. Смотри, как с ними бороться. Ну, как-то так. Он меня сейчас и пропустил, негодяй. Класс, да? Согласись. Это бункер Браво. Велком. Что он сейчас сделал? Он отъедался просто. Он отъедался и в результате, да, я просто потерял, блин. Потерял целое АК. Вообще грязь, блин. Это грязь, это Браво. Ужтина, быстрей. Почему я вот туда не выхожу? Видишь, да, тот парень, которого мы в сетку должны были ловить? Все, он остался и за нами не бежит. Вообще он, по идее, не бежит за тобой. Если ты достаточно далеко от него отбежишь. Я его как бы заново заагрил. Самые сложные здесь, это кислотный Плевун, кислотный Блевун и кислотный Пердун, да? Вот эти пацаны, они здесь самые-самые сложные. Все остальные ерунда. ВССик неплох, но, но, но. Это тоже не АК. Хотя у него есть свои преимущества, он не мажет, да? Просто показываю тебе, что бери все подряд. Ребят, единственное, УЗИ и М16, это прям совсем слабые пушки для этого заведения. Блин, быстрей, 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 мужчина! Быстрей убирайте свою штуку-дрюку, а! Ну, серьезно! Посмотри, радиация! Радиация прибавляется, она не может не прибавляться. Это безобразие. Ну, под этой штукой не стоит, это понятно, да? В смысле, вот на этой Блевантине. Радиация прибавляется и прибавляется. Торопит. Вот здесь не беги вперед сильно, потому что тут из трубы лезет еще один парень. Видишь, я по кромке как иду красиво. Все, парень из трубы не заагрелся. Какой парень? Сейчас покажу. Вот этот парень. Вот этот парень! Давай, давай, давай. Ждем плевка, оббегаем, убиваем. Под плевком не стой, он себе регенит хп. Все, мы дошли до финала, бро. Теперь, одеваем вот такую штуку. Не можем мы на Блевотине открывать. Одеваем вот такую штуку. Если нет, уйди без нее, соответственно. Здесь. Здесь у нас куры. Через одну открывай. Одна. 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 Вот для кого мы одели с тобой противогаз. Нон-стопом не стреляй, да? По-любасу делай паузы, потому что модификации дают тебе, что у тебя не будет промаха. Без модов, соответственно. Ты не можешь нон-стопом стрелять. Если есть самое... Вот здесь, вот здесь. Самое время заюзать, соответственно, ракетницу. Если она есть. Она не дает тебе прям вообще фантастический какой-то урон. Ты уже видишь, да? Что мы с тобой проходим и без нее. Бежим, бежим, стреляем. И не забываем, да? Самое главное. Время идет. Ну, если есть, самое время вот сюда ее взять, в ракетницу. Хорошо, она тебе поможет. Ты можешь в плейлисте посмотреть, да? Как мы бомбим это заведение. Вот. Также здесь что еще можно использовать? С4 закладывать. Хорошо. Хорошо. Нафига я столько брал изначально валын? Просто как бы запас, да? Мало ли как у тебя пойдет. Ну как? Теперь откидываем все эти стволы, которые мы не использовали. Если бы ракетницу я не юзал, да? Потратил бы полностью весь ВСС, ГЛОК. Ну, может быть, еще чуть-чуть отсюда. Что в результате могу тебе посоветовать, бро? Бери сюда. Бери сюда. Бери сюда где-то 8 стволов. Не надо брать меньше. Они будут лишние. Это перебор. Ну, пускай лучше будут. Пускай лучше будут. Легко? Легко. Что использовали? Вообще ничего не использовали. Можно ли так дальше идти бомбить? Третий, четвертый этаж? Конечно, можно. Но, опять же, лучше не трать свое время, да? Иди на нормальные этажи бункера Альфа. Какие этажи в бункере Альфа нормальные? Все этажи бункера Альфа, они нормальные. То есть, я тебе сейчас показывал сборку 8, грубо говоря, 8 стволов тебе надо. Это если ты идешь без половины ХП, да? Но ты, опять же, терминалы будешь активировать. У тебя какие-то моды будут навешаны. И вот оно! Вот ради чего мы с тобой бомбим. Только сейчас, друзья, уникальный шанс у всех новичков. Это фантастика. Вот в этом сундуке лут с этажей бункера Браво. Ты хочешь 20 карбонов? Бомби! Что теперь еще остается нам сделать? Мы едем просто с тобой в бункер Альфа, конечно же. И бомбим здесь слепого охотника. Бомбим все этажи. Все на халяву. 50% жизни. Единственное, имею в виду, ты не сможешь со спины подползать. Потому что на тебя все будут агриться. Задания выполняются очень легко. Вот это конкретно. В бункере Альфа, да? На втором этаже, на четвертом, самый сложный толстяк. Я тебе посоветую второй и третий этажи. То есть тебе надо три толстяка этих, да, найти. Без проблем. Второй этаж, смотри. Третий. Они прямо в начале там сразу. Потом хард режим включаешь. Опять же, да? На третьем по пути убиваешь. И захватываешь с собой слепого охотника. Ты за этот час, что тебе дают это время на задание, бомбанешь. И второй этаж бункера Браво. И Альфу расфигачишь просто в щи. В щи просто. Фантастика. Еще бы. Без модификаций. Без терминалов. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, бро, присоединяйся. Подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Мы постоянно регулярно играем всякие разные выживалки. Ну и, конечно же, Last Day. Ну и луксы, братья. Удачи тебе. Бомби. Бомби. Карбон пока есть возможность.